привет с вами дмитрий слепцов сегодня мы поговорим об иррациональности рынка и о том каким образом казалось бы логические и правильные решения не приводят к желаемому результату ну или по крайней мере не всегда приводят к желаемому результату пример трейдер читает книжку любую в принципе книгу на тему технического анализа это можно найти такое правило о том что если скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом то начинается восходящий тренд и нужно покупать это классика это написано во всех книжках на всех курсах про это так или иначе говорят что получается это long условия если скользящая средняя с меньшим периодом ну например sma допустим простая скользящая средняя с периодом к примеру 10 пересекает скользящую среднюю с периодом ну например 30 то нужно покупать периоды могут быть разные в разных источниках кто-то говорит среднюю с периодом 5 который пересекает среднюю с периодом 10 снизу вверх средняя с периодом там 9 который пересекает среднюю с периодом 21 неважно то есть есть определенная модель когда средняя с более краткосрочным периодом пересекает среднюю с более краткосрочным именно бы вернее с более долгосрочным именно снизу вверх вот такой сигнал возникает то есть условно говоря вот нас есть долгосрочная средняя и вот краткосрочная вот таким образом и пересекает вот здесь наступает то самое пересечении вот нам нужно покупать я уверен что вы знакомы с этим сигналом это классика в любой книжке описан это давайте так скажем теория то что написано в книгах то чему учат на курсах далее это у нас вход в лонг когда мы выходим из лонга то есть это у нас получается скользящая средняя с периодом 10 пересекает сверху вниз скользящую среднюю например с периодом 30 в этом случае нам нужно продавать то есть это у нас давайте вот так скажем это мы совершаем операцию бай а вот это мы совершаем операцию сел есть модель то есть краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз сначала снизу вверх пересекла купили потом получается вот у нас долгосрочная средняя вот краткосрочная пересекает и наступает сигнал в продажу это был сигнал в покупке абсолютная классика и самое главное логичное мы здравым умом понимаем ну конечно если более краткосрочный тренд начинает зарождаться пересекает более краткосрочный тренд зарождается пересекает более долгосрочную среднюю то есть более долгосрочный тренд еще не успел сформироваться и в этом случае мы понимаем что да скорее всего зарождается тренд и мы должны заходить то есть абсолютно все логически не придерешься каким образом выглядит реальность сейчас мы увидим что мы будем делать во первых как я говорил уже много раз в предыдущих видео никогда нельзя просто прочитать некоторую идею поверить ей и начать торговать на реальные деньги откуда мы знаем может быть это полнейшая ересь мало ли кто чего напишет я уже много раз повторял еще раз повторю нужно проверить как на самом деле обстоит дело есть видео называется у меня вот важность измерения в трейдинге то есть сама суть того что нам нужно измерить прежде чем поверить и о том что мы делаем это в повседневной жизни но почему-то не делаем в трейдинге и так есть некоторое правило есть логическое правило что мы сейчас будем делать мы проведем тестирование проведем как раз это измерение и будем делать следующим образом хорошо у нас есть средние давайте возьмем такую модель вот средняя с периодом то где 10 мы этот период зафиксируем для себя и дальше программа компьютерная протестирует что будет если мы будем торговать при помощи этих скользящих средних в течение 2016 года но вот с января по текущий месяц по ноябрь 16 года если мы будем торговать валютной парой евро доллар это в принципе для примера мы могли взять абсолютно любой инструмент газпром сбербанк фьючерсный ртс евро доллар взяли фунт доллар все что угодно американский рынок то есть нам нужно проверить средняя с периодом 10 и возьмем вторую среднюю с периодом сначала 30 протестируем узнаем какая была бы прибыль но не только прибыль все показатели дальше возьмем соотношение средних 31 то есть sma 1031 sma 1032 и так далее то есть у нас будет набираться целое огромное количество результатов мы будем абсолютно точно знать что происходило бы с нашим трейдингом если мы торговали с маленьким периодом средний 10 и 30 1032 и так далее ну например да если у нас этот красный период то есть более долгосрочный возьмем до 100 у нас будет вот такая проверочка мы перебираем все эти комбинации начиная с десятой и первая средняя вот метода которая более у нас краткосрочная с периодом 10 она у нас фиксируется а вот та средняя которая долгосрочная период у нас будет увеличиваться до 100 далее что мы сделаем мы возьмем значение 1 средний который у нас является краткосрочной и увеличим его на единицу и опять прогоним комбинации краткосрочная 11 долгосрочная сначала 30 30 потом 31 32 и так далее 100 и таким образом будем делать ну например до 50 то есть вот здесь мы прогнали получили огромное количество результатов сама 10 исследована со всеми вот и сама вторыми потом и сама 11 со всеми вот до 100 исследована потом sma 12 вот здесь напишем 12 и так далее 13 и до 50 то есть что у нас получается в итоге мы протестируем все комбинации средних начиная когда первое средняя у нас меняется в диапазоне там от сейчас я посмотрю здесь у меня от скольки я взял так от 10 до 50 то есть от 10 будет меняться вот это среднее 10-50 а вот это вторая средняя как раз будет меняться до от 20 даже от 20 не от 30 от 20 вот от 20 до 100 таким образом мы будем иметь все результаты которые можно получить используя вот эти комбинации средних при торговле евро долларом с начала 2016 года по ноябрь 2016 года мы все это протестируем будем иметь все показатели но сейчас фокусируемся на прибыли какую прибыль мы получили бы посмотрим какой был получен результат так оптимизация вот такая картиночка у нас получилось для тех кто не работал с подобного рода кривыми и не знаком с ними сейчас не нужно заморачиваться нужно понять основной концепт и увидеть следующее что вот у нас есть некая кривая и есть вот снизу период быстрая скользящая средняя то есть это как раз вот тот самый период средний которую мы назвали вот здесь с меньшим периодом ну то есть ее обычно называют быстрая а вот эту называют медленная то есть это та средняя которая меняется от 10 до 50 и вот эта шкала нам показывает как раз вот изменения от 10 до 50 и мы видим тот результат который был бы получен по прибыли вот здесь как раз представлена прибыль это в тысячах долларах при торговле одним контрактом то есть если мы будем покупать один лот то у нас будет прибыль там 1000 долларов или там десять тысяч долларов то есть вертикальная ось это показывает и так что здесь в принципе мы можем выделить мы видим что при увеличении периода этой самой быстрый средний то есть при увеличении периода вот 10 11 12 13 до пятидесяти прибыль обратите внимание увеличивается к большим значениям то есть если мы возьмем значение ну например у там до семнадцати то мы бы в этом случае ну там где 14 вот зарабатывали за этот год порядка вот трех тысяч долларов 3000 но если мы берем период этой средней ну вот допустим там 44 45 то мы находимся вот здесь а это у нас порядок значений там примерно 10 тысяч долларов мы видим что та средняя которую мы назвали быстрой на самом-то деле дает нам больше прибыли когда она не маленькая 5 10 12 20 а когда она большая то есть в принципе вот прибыль здесь начинает сосредотачиваться вот там от 36 там вот в данном случае до 50 вот это у нас самый более прибыльный участок то есть мы в целом видим что вот кривая направлена вверх ну хорошо мы можем себе сказать ладно допустим а вот средний там и сама 10 и там 30 там не очень хорошо работают наверное хорошо работают средние ну там допустим 44 там и 100 раз это средняя растет то по тому правилу который мы прочитали в книжке это должно быть краткосрочный это долгосрочный значит если первое 40 но вторая должна быть больше мы должны зарабатывать посмотрим каким образом это выглядит сейчас вот покажу эту кривую с другой стороны у нас получается вот такая картинка вот я выровнял вот такая картина то же самое вот здесь прибыли нет профит вот здесь медленная средняя вот медленная м а точно так же вот здесь от 20 она растет вот до 100 опять-таки если никогда не сталкивались вот с этими кривыми не заморачивайтесь смотрите суть того что здесь происходит а суть такова что мы видим максимальная прибыль сосредоточена вот здесь а вот здесь явно прибыль меньше то есть вот тут уровень у нас там видите тоже порядка тысячи долларов полторы три а вот здесь порядок там 8 9 11 максимально это вообще вот здесь у нас то есть в любом случае мы визуально видим что при увеличении той средней которую мы назвали медленной вот в районе 100 например там до 80 85 у нас происходит уменьшение прибыли вот это среднее увеличивается прибыль уменьшается и реально скопление прибыли происходит до визуально если мы посмотрим до как раз до 50 до 50 что имеем в итоге получается что первое среднее которое у нас названо краткосрочный растет снова вот этот график так вот нам сейчас секундочку вот то есть быстрая средняя увеличивается и прибыль растет и фактически мы поняли что порядка там где-то 45 у нас реально получается нормальное значение то есть вот здесь мы видим что где-то вот итоговое значение 45 показывает нам наибольшую прибыль если говорить про метку про вот эту среднюю с меньшим периодом а вот та средняя которая с большим периодом там прибыли нету если она имеет значение 100 если она имеет значение 80 90 там даже 70 там нет прибыли получается прибыль собрана там где это средняя меньшее значение имеет и какие в итоге прибыльные комбинации давайте посмотрим вот есть тоже у меня результаты данных тестов вот обратите внимание вот допустим комбинация 43 87 или 43 88 это что за комбинация эта комбинация когда вот краткосрочная средняя 43 а долгосрочная у нас 88 казалось бы как в книжке нам пишут это комбинация должна давать прибыль краткосрочная пересекает долгосрочную снизу вверх что мы видим 139 долларов за 2016 год 43 89 минус 734 доллара 43 90 минус 21 43 91 и так далее то есть вот мы видим до 43 100 вот кстати комбинация 43 100 обратите внимание дает нам минус 2700 краткосрочная пересекает долгосрочную 43 пересекает 100 минус 2700 а теперь вот соседние результаты 44 пересекает 20 это же у нас суть то та же самая то есть быстрое среднее вот 43 мы протестировали и начали тестировать 44 то есть комбинацию 44 20 потом 44 21 44 22 и так далее комбинация 44 20 дает нам уже 7594 доллара вот 44 21 7700 долларов 44 22 23 и так далее и мы видим что в этом диапазоне у нас прибыль вот 44 32 44 35 8 800 это что же получается это получается что то среднее которую мы обозначили как краткосрочная и который имеет период 44 она пересекает как нам в учебнике объяснили долгосрочную в данном случае долгосрочная извините у нас имеет период 35 то есть она меньше она уже не долгосрочная и при этом мы имеем прибыль чувствуете вдруг все становится с ног на голову комбинация 44 88 краткосрочная пересекает долгосрочную приносит 139 долларов или вот 43 90 минус 21 ничего не приносит комбинация 43 44 вот 22 дает 7300 а давайте копнем глубже то есть тоже то получается если у нас долгосрочная то есть мы взяли 44 мышка тестируем то мы же их там не знаем какая из них какая то есть у нас просто период меняется и в итоге мы приходим к тому что средняя более долгосрочная когда она пересекает краткосрочную снизу вверх то есть вот если 44 пересекает 22 снизу вверх вот это пересечение то нам нужно покупать но давайте подумаем а что это такое когда 44 пересекает 22 снизу вверх давайте посмотрим на эту комбинацию 44 пересекает 22 снизу вверх вот сейчас мы отмотаем вот например вот такая ситуация вот у нас средняя так сейчас мы вот так сделаем так так вот индикаторы вот у нас 44 вот у нас 22 то есть получается что в данном пересечении вот здесь 44 вот она желтая пересекает 22 снизу вверх но если мы вдумаемся то на самом деле то это не 44 ну нет это конечно 44 пересекает снизу вверх да но на самом деле если возвращаться к нашему примеру то это больше похоже на то когда 22 пересекает 44 сверху вниз обратите внимание то есть когда долгосрочная пересекает краткосрочную снизу вверх это на самом деле когда краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз то есть получается что в рамках нашей модели когда краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз нам нужно покупать и тогда мы зарабатываем с ног на голову все перевернулось если краткосрочная пересекла долгосрочную сверху вниз то нужно не продавать как учит учебник а покупать вот обратите внимание что происходит вот смотрите вот наша краткосрочная 22 пересекла долгосрочную 44 сверху вниз мы вот здесь купили и вот обратите внимание мы купили и дальше продаем когда мы вот она наша сделочка вот здесь мы купили а вот здесь продали и соответственно продаем мы вот здесь а это когда это когда 22 то есть краткосрочная пересекает долгосрочную 44 снизу вверх чувствуете разницу краткосрочная пересекает долгосрочную снизу вверх и мы продаем вот на сделку у нас на покупку а вот здесь на продажу все наоборот и получается что если мы торгуем когда вот это краткосрочная 22 пересекает долгосрочную сверху вниз и мы покупаем а продаем когда краткосрочная пересекает долгосрочную снизу вверх мы продаем мы зарабатываем что это такое антилогика еще раз возвратимся к результатам вот мы здесь их все видим 44 22 23 так далее то есть как только мы перешли в область наоборот долгосрочная пересекает короткосрочную снизу вверх начинаем получать прибыль вот она основная кривая которая нам про это рассказывает вот на самом деле при пересечении как нам кажется короткосрочной снизу вверх долгосрочной мы не зарабатываем вывод какой отсюда можно сделать вывод во первых то что мы читаем в книжках не всегда полезно во вторых все что мы читаем в книжках просто необходимо проверять иметь реальные данные вы представьте сколько людей прочитав об этом вот в книге начинают реальные деньги ставить на эти вот схемы ведь они же даже не проверили их а вдруг это ересь то есть проверяем все что в книжках читаем проверяем любую свою идею проверяем далее самый главный вывод что рынок это иррациональная среда вот вы подумайте конечно каждый человек своей жизни стремится быть рациональным и делает правильное решение но много ли рациональных решений делает человек когда дело касается денег и здесь же присутствует алчность все хотят заработать откуда здесь иррациональность вернее откуда здесь рациональность вспомните о рациональности когда ваш знакомый купит iphone в кредит где рациональности нету и рынок это иррациональная среда конечно каждый в отдельности трейдер в жизни он абсолютно нормально четно расчетливо все может посчитать все дела но приходит на рынок начинают графики расти падать котировки иррациональность появляется все трезвость ума как не было и в итоге что получается что если мы понятное дело прочитав книжки но проверяя все что там есть создаем торговые стратегии мы опираемся на тот факт что рынок иррационален порой бывает что стратегию абсолютно с потолка возьмешь полную ересь придумаешь она дает прибыль почему а потому что в ней есть вот это иррациональное зерно то зерно которое не поддается логике обязательно обязательно нужно это учитывать по возможности конечно когда мы придумываем стратегии мы стараемся какую-то идею туда заложить но если идея рационально 3 трезвая такая вот краткосрочный начался долгосрочный подтвердил вот мы заходим не факт что это будет прибыльно но и конечно нужно сказать о том что мы это протестировали по евро доллару за 16 год конечно не всегда это будет так будет период когда на этой стратегии да мы заработаем но гораздо важнее не то когда стратегия зарабатывает а когда она теряет вот разработали мы стратегию все классно имеем прибыль нужно специально искать моменты тот завершающий вывод где стратегия не работает где я могу потерять какая разница сколько заработаю если через какое-то время я все потеряю докапываться до сути где она будет терять при каких условиях как избежать тех условий в которых она будет терять и чем более казалось бы иррациональная стратегия тем более 1 адекватно может быть по результату вот это очень и очень важная мысль что логика на рынке не работает здесь нет вот этих четких правил очевидных купил потому что пересекла краткосрочную долгосрочную да в моменты трендов это будет работать но вопрос сколько вы потеряете когда это не будет работать сумеете ли вы отбить все эти убытки в те периоды когда это все-таки начнет работать вот нет сейчас тренда там по ну допустим по евро доллару и нету прибыли до были те вот периоды когда эта стратегия приносила деньги а вот сейчас она не приносит но я думаю основная мысль и концепция понятно что обязательно проверяем обязательно проверяем свои идеи и логика которая казалось бы должна быть заложена в стратегию рациональность не всегда работает и понять это можно исключительно когда мы проверим свою стратегию ну и конечно когда будете создавать стратегии пробуйте добавить них вот эту нотку и рациональность вы будете удивлены тому какие результаты это может приносить что ж на этом все если вам понравилось данное видео то ставьте лайк подписывайтесь на канал делитесь с друзьями ну и до встречи в следующих видео с вами был дмитрий слепцов пока субтитры сделал DimaTorzok